Не ошибаюсь, пленных российских военнослужащих. Иван Федоров с нами на прямой связи. Иван, приветствуем вас. Добрый день. Мы с вами общаемся периодически. Сейчас как себя чувствуете? Полностью восстановились? Да, все в порядке, спасибо. Как в Мелитополе дела? Очень сложно, потому что двое суток ведется информационная война в Мелитополе. Полностью российские оккупанты отключили связь, интернет. И на сегодняшний день для того, чтобы связаться каким-то образом с кем-то из Мелитополя, Мелитопольцы должны выезжать на 10-15 километров от города, где лозят соседние вышки, чтобы подключиться. На сегодняшний день это блокирует не только жизнедеятельность и коммуникацию города с внешними службами, а также блокирует и жизнедеятельность горожан в части экстренных служб. Например, вчера был пожар, жители города не смогли вызвать пожарных, и дом полностью сгорел, потому что пожарные не прибыли на тушение пожара. Поэтому помимо основной войны, помимо гуманитарной катастрофы, сейчас также ситуация со связью, с коммуникацией, информационной войной, которая ведется в Мелитополе. Да, кстати, мы знаем, что коллаборанты сейчас, те, которые готовы сотрудничать с российскими оккупантами, всячески торпедируют попытки ввести гуманитарную помощь в город, правда? Они всячески препятствуют этому. Например, гуманитарная помощь, которая была привезена нами в четверг, это порядка 20 тонн груза, так и не была рождана горожаном, и была украдена в непонятном направлении. Также для понимания, что происходит сегодня, я анонсировал о том, что россияне пытаются ввести с 4 апреля обучение на русском языке в наших школах. Все наши директора школ совместно с начальником управления образования отказали им в этом, потому что они учителя украинских школ и учат по программе, утвержденной министерством. Сегодня есть у нас информация о том, что задержали начальника управления образования по надуманным причинам за растрату денежных средств. Все понимают абсурдность ситуации. Кто задержал, на каком основании, за какую растрату денежных средств? Абсурдность ситуации полная. Мы четко понимаем, что проходит сейчас запугивание для того, чтобы начали учить по непонятным программам, по непонятным спецификам, и учителя наши не готовы к этому. Хотя, с другой стороны, стоит обратить внимание, что обучение на русском было в Мелитополе. Если на то была воля родителей, программа обучения на русском, она была. Просто-напросто была, должна быть воля родителей, как они хотят, чтобы учился их ребенок. Скажите, пожалуйста, по вашей информации, какие дальнейшие шаги пропагандистов могут быть? Потому что я вот смотрю сейчас сводку, и, как вы говорили, действительно, школьные программы начинают вербовать преподавателей для того, чтобы они могли проводить школьные программы на русском языке с абсолютно другим, каким-то искривленным взглядом на историю. Вот коллаборант заявляет, что по русскому языку здесь соскучились. А скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, давайте так, в какой период началась вербовка этих людей, которые сейчас, по сути, управляют временно оккупированным Мелитополем? Когда началась с ними работа? Я думаю, что работа началась тотально с 2014 года, когда началась спецоперация на Донбассе и на Луганске. Вот с того момента началась усиленная работа. Но стоит отметить следующий факт, что даже в Мелитополе, который ранее был пророссийским, до 2014 года, на сегодняшний день считанные гнилые люди перешли на сторону оккупанта. Считанные. Массовые переходы ни чиновников, ни преподавателей, ни медицинских работников нету на сторону оккупанта. Что касается их планов, я думаю, их план следующий. Сейчас погрузить в полный информационный вакуум всех жителей, которые остались, а это для Мелитополя порядка 100 тысяч. Отбрезать полностью от информации объективной, которая идет из украинских средств, массовой информации, из социальных сетей, которые есть. И таким образом постараться привить те факты, которые они хотят. Например, то, что муссируется за последние два дня, это то, что украинская власть и правительство полностью ограничила их доступ к интернету и полностью ограничила доступ к сети, что является полным абсурдом. Да, но мы видели зеркальные реакции, когда российские власти заявляют одно, хотя по сути дела это то, что делают они, обвиняя других в производстве, не знаю, в нанесении химических ударов или в блокировке интернета, например. Спасибо вам большое, Иван Федоров. Иван Федоров, спасибо.